приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание телефону ведь телефон считается частью нашей жизни и буквально каждую минуту мы смотрим в наш телефон мы благодаря телефону общаемся со всем миром и поэтому очень важно знать как вам поступать в ту или иную ситуацию что означает если вы разбили телефон если у вас украли телефон если вы потеряли телефон как вы можете сделать так чтобы в вашей жизни с помощью телефона который уже пропитан вашей жизнью вы могли привлекать изобилие достаток и благополучия вы знаете друзья сейчас мы с вами живем в мире различных технологий и уже не представляем как можно жить по-другому так как техника значительно облегчает нашу жизнь так например для того чтобы когда-то позвонить нужно было приложить максимум усилий ведь это было непросто и возможности такие были не у всех а сейчас для этого нам нужно взять свой телефон и набрать на нем комбинацию цифр и это это в первый раз а потом сохраняя номер телефона и мы можем звонить хоть каждую секунду но большую часть времени в течение дня мы проводим со своим телефоном и к сожалению или к счастью он стал неотъемлемой частью нашей жизни в нем есть фотографии наши тех людей которые нам дороги выход в интернет переводчик различные наши программы приложения которые каждый устанавливает по своим вкусам и взглядам но очень мы привязываемся к этому атрибуту но порой забыл бывает что мы можем его и потерять и разбить и у нас его могут украсть и далее мы с вами поговорим о народных приметах которые связаны с мобильным телефоном и как нам разорвать с ним связь чтобы он когда он попадает в руки к чужим людям не притягивал к вам беды и несчастья ведь вы понимаете что те кто украли чужой телефон излучает разрушительный негатив телефон как и любая другая вещь связаны со своим владельцем он впитывает его энергии и чем больше человек человек в течение суток держит телефон в своих руках тем эта связь становится намного крепче каждый человек наверное замечал что когда что-то происходит с телефоном тот у кого это произошло очень сильно расстраивается и дело даже не в том что придется потратить деньги на то чтобы купить новый гаджет а на то что от человека отрывается энергетический кусок и это он ощущает уже на энергетическом уровне помните о том что если вы разбили телефон так что починить его нельзя это означает что вас ожидают самое ближайшее время крупные проблемы а теперь вам нужно обратить особое внимание на то где это произошло так как проблемы напрямую будут связаны с этим местом если на работе значит вас попытается подставить и сделать так чтобы вы потеряли свое рабочее место на которой в данный момент вы работаете если это дома значит вы узнаете какую-то неприятную тайну которая сможет разрушить вашу семью что будет сопровождаться и дальнейшими выяснениями отношений а если вы разбили телефон в гостях это означает что данные люди завидуют вам и всячески желают оказаться на вашем месте если вы разбили на улице телефон это означает что у вас могут начаться проблемы со здоровьем о себе напомнит какое-то хроническое заболевание или же возможен перелом или травмы если вы разбили телефон при отдыхе на природе это означает что стоит ожидать череду неприятностей с которой вам будет не просто справиться когда она закончится то внесет какие-то неприятные коррективы в разные сферы вашей жизни если телефон был не новый и при падении разлетелся в разные стороны не стоит огорчаться это хорошая народная примет и и означает что вас ожидает новый приятный жизненный период если же телефон был новый это не очень хорошие народная примета и она означает что вас будут ожидать крупные денежные неприятности и как только bud заканчивается одна неприятность сразу будет начинаться следующее а если телефон который разбился был не очень дорогим это Это означает, что вы быстро справитесь с теми неприятными событиями, которые пришли в вашу жизнь. Если же телефон наоборот дорогой, это означает, что люди, которым вы доверяете, не относятся к вам с открытой душой. Что вам нужно пересмотреть свое окружение, и пока вы с их помощью не попали в такую ситуацию, последствия придется потом очень долго исправлять. А вот если побился у вас кнопочный телефон, это означает, что у вас с человеком, которого вы считали близким другом, может возникнуть роман. Если же телефон у нас с вами сенсорный, присмотритесь к своей второй половинке. Возможно, вы что-то не замечаете. Также обязательно нужно обращать внимание на то, кто вам подарил телефон. И если телефон, который вы разбили, вам подарил близкий человек, это к серьезному разговору или, возможно, к каким-то размолвкам. Если телефон купили вы сами, это к проблемам. Но вы с ними достаточно быстро справитесь. Главное, не спеши с действиями, выводами, и перед тем, как начать действовать, все нужно хорошо продумать. А если телефон, который у вас разбился, вам подарил человек, с которым у вас только начинаются отношения, это хорошо, не расстраивайтесь. С данным человеком у вас получится создать крепкие отношения, которые закончатся обязательно счастливым браком. Если же вы разбили рабочий телефон накануне сделки, это означает, что не нужно ее заключать. Почему? Потому что она не будет прибыльной, и кроме расстройств и разочарования, к сожалению, ничего вам не принесет. Также обращаем ваше внимание, что если вы разбили телефон в понедельник, в среду или в пятницу, это означает, что на работе возникнут проблемы, с которыми будут непросто вам справиться. А также они значительно испортят ваши отношения с коллегами, наладить которые не получится на протяжении долгого периода времени. Если вы разобьете телефон, когда придете устраиваться на работу, это хорошая примета. Вы быстро вольетесь в коллектив, и вас будут любить и уважать. А также перед вами откроются возможности, воспользовавшись которыми, вы сможете получить обязательно хорошую должность. Если вы разобьете телефон во вторник, это означает, что вам нужно поберечь свои финансы, а также провести срочно ритуал по привлечению денег. А вот если телефон разобьете в четверг, это означает, что кто-то вас сглазил, и эта разрушительная энергия передалась телефону. Поэтому обязательно срочно проведите энергетическую чистку от сглаза. Если телефон разбился в субботу, это означает, что в течение шести недель вы получите очень приятные и радостные новости. А вот если телефон разобьется в воскресенье, это означает, что кто-то из знакомых вас подведет, при этом в тот момент, когда вам нужна будет его помощь, и вы будете на нее располагать. Если телефон упал, сильно побился, но подлежит ремонту, это хорошая примета, которая говорит о том, что в скором будущем на вас упадет значительная сумма денег, благодаря которой вы сможете обязательно воплотить заветное желание в жизнь. Это может быть и крупная премия, и вознаграждение за проделанную работу, и даже наследство. Если телефон упал и не сильно побился, это означает, что вас ожидают путешествия, возможно, ваше любимое место, а возможно, туда, куда вы всегда мечтали поехать. Может быть, также и интересная экскурсия. Если телефон упал и поцарапался, это означает, что в скором времени вы купите ту вещь, которую вы так давно хотели, на которую все время не хватало то времени, то денег. А если телефон упал, у него разбилось только стекло, это означает, что к вам придут просить деньги, которые, к сожалению, не вернут, поэтому не старайтесь одалживать. Если же телефон упал и не разбился, но, возможно, где-то поцарапался, это очень хорошая примета, так как она ожидает удачный жизненный этап с радостными событиями. Если он упал из левой руки у незамужней женщины, это означает, что скоро в ее жизни произойдет судьбоносное знакомство. Если и с правой, стоит проявить свои достоинства, подчеркнуть яркие стороны внешности. Если он упадет из левой руки у женатой женщины, это означает, что ее ожидает прибавление в семье или приятный сюрприз от мужа. Если и с правой, нужно проявить больше внимания к своей семье, присмотреться, так как у кого-то из членов семьи, возможно, намечаются проблемы. А если телефон упадет из левой руки у неженатого парня или мужчины, это означает, что что-то, к чему он стремится, очень скоро сбоится, если и с правой ожидает приятное свидание. Если упадет у женатого мужчины, это означает, что нужно подумать о смене работы, что поможет улучшить финансовое положение. Если и с правой, нужно подумать, что вас расстраивает в жизни и отпустить эти негативные эмоции, а также негативные энергии, которые они к вам притягивают, чтобы получить в жизнь что-то новое и более интересное. Если телефон при падении ударится об левую ногу, это означает, что вас ожидают трудности, неприятности и ваши планы не получится воплотить в жизнь в ближайшее время. Нужно пересмотреть тактику и, возможно, выбрать другой подход к интересующему вас вопросу. А если удариться о правую ногу, это к успеху и знак того, что вы на правильном пути, поэтому продолжайте двигаться в таком же темпе и направлении. Дальше вас ждет только все самое лучшее. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, если вы потеряли телефон. Если в солнечный день, если вы потеряли телефон, это к началу хорошего жизненного этапа, а также вознаграждению за ваши старания. Если в пасмурный день, то у вас возникнут трудности, которые помешают насладиться желанным результатом. Придется еще для этого поработать и даже потрудиться. Если потеряли в дождливый день, это означает, что о вас распускают сплетни. Когда они дойдут до вас, не поддавайтесь им, не реагируйте. Это только покажет вам, что вы на правильном пути, что все у вас получится самым наилучшим образом. Если вы потеряете в понедельник, не расстраивайтесь. Значит, вы откупились от каких-то крупных неприятностей. Во вторник, значит, сможете сохранить свою удачу и благополучие. В среду отношения с близкими людьми станут более крепкими и дружественными. В четверг это означает, что вам нужны какие-то перемены, поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу. В пятницу ваше энергетическое поле ослабло. Срочно проведите ритуал, который поможет его укрепить. В субботу посмотрите по сторонам, перед вами открыты перспективы, которые вы, возможно, на данном этапе жизни не замечаете. В воскресенье стоит больше внимания уделить своему духовному миру, научиться чему-то новому, попробовать что-то новое и обязательно что-то открыть для себя. А вот если вы потеряли телефон без чехла, это означает, что вокруг вас скопились завистники и недоброжелатели. И вам стоит провести ритуал, который поможет их распознать. Если в чехле это хорошая примета, вас ожидают частые денежные поступления, которые значительно улучшат ваше финансовое положение. Если у вас украли телефон, это хорошая примета. Это говорит о том, что весь ваш негатив, все ваши неприятности, проблемы различного характера перейдут к данному человеку на 3 года. Когда вы это обнаружите, обязательно проговорите следующие слова. Ты не только телефон у меня отобрал, ты все зло и негатив из моей жизни собрал. Даже если ваш телефон и вернут, негатив от данного человека не уйдет, что в результате принесет ему достаточно сильный вред. Когда с вашим телефоном что-то произошло, то, вернувшись домой, трижды умойтесь. При этом проговаривайте такие слова. Грусть, тоска меня не одолевают. Примету данную воспринимаю. На нее внимание обращаю. Если в данном случае ушло, в другом обязательно прибудет. Я этого ожидаю и посыл отправляю. Затем подожгите белую свечу, сделайте ней вокруг своего лица три круга и проговорите на каждый круг такие слова. Я со своим телефоном связь теряю. Энергию негативную не привлекаю. Пусть новый телефон в жизнь мою придет и приятные эмоции вместе с собой принесет. После всего проведите свечу по периметру своего тела, даже если она не догорит. Затушите и выкиньте. Очень скоро вы сможете купить себе новый телефон или вам его подарят. Поэтому не расстраивайтесь, не стоит забывать простую истину. Когда мы что-то теряем, что-то пропадает, что-то уходит, на это место обязательно приходит что-то лучшее. Поэтому прислушивайтесь к этим приметам, ведь многие из них способны вам указать на то, чего стоит остерегаться и на что обязательно стоит обратить внимание. А это очень важно, ведь так легче распорядиться своей жизнью и сберечь то, что для вас важно. И не попасть в ситуацию, ежели потом думать, как что-то вернуть или же как справиться, например, с возникшими проблемами. Друзья, мы надеемся, наши советы и рекомендации канала Эзотерика для тебя были вам полезны. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео действительно будет важно и полезно. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам благ. Услышимся в следующем уже видео.